Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляю вас, безусловно, с открытием выставки. Я покопался в ваших социальных сетях тут. Смотрите, что я нашел. Как вы описываете себя, например, в Фейсбуке? Высокий, лысый, большой, толстый, красивый, как начальник. Рисую, пою, собираю марки. Давайте вот немножко обо всем по порядку. Ну, высокий, соглашусь, лысый, ну, не до конца. Толстый, сомнительно, да, красивый, как начальник. Начальник кого? Ну, вообще, я преподаватель. И, в принципе, мои подчиненные, это в основном дети, которых я обучаю. Я вращаюсь в сфере изобразительного искусства, поэтому, в принципе, там сложно определить начальство. Это такие творческие люди, как бы, ими управлять довольно сложно. И, в принципе, как бы, я вообще к себе отношусь с иронией. И вот этот отсыл к начальникам, конечно, он был такой ироничный, с юмором. То есть, я вообще человек такой оптимистичный. И в искусстве это тоже видно, я думаю, что вот. К искусству вашему мы, безусловно, вернемся. Давайте немножко пройдемся. А вот по поводу самоиронии. Не кажется ли вам, что в нашем современном мире этого очень не хватает людям? Все очень серьезно к себе относятся. Все мнят себя великими людьми, как минимум. Ну, на самом деле, у нас страна такая, почти всегда какие-то кризисы, катаклизмы. Если относиться к этому без иронии и юмора, очень серьезно, то у нас будет постоянная такая вот, как бы, напряженность. И некоторый вот будет пессимизм. То есть, нужно все равно относиться к некоторым вещам позитивно. И поскольку я занимаюсь вот искусством, опять же, возвращаясь к этому, это мне помогает смотреть на вещи немножко по-другому. То есть, под другими углами зрения. И юмор, как бы, помогает и общаться с людьми, и в искусстве себя проявлять. То есть, я считаю, что это вообще здорово, как бы. Вот к юмору. Вот у вас здесь есть автопортрет ваш, да? Ну, юмор присутствует. Такие у вас румяные щеки с мороза. Ну, и такого объема вы себе добавили. Вот немножко об этой работе. Вообще, это мой такой первый автопортрет. Я себя обычно представляю в виде фотографии. То есть, ну, как все художники, так достаточно строго. Но в данном случае сама выставка меня как-то расположила именно к созданию такого автопортрета. То есть, я в свитере, я, как бы, такой большой, как наша долгая зима такая, теплый, большой, румяный. И, как бы, в принципе, опять же, вот такая самая ирония, она здесь вот чувствуется. И, как бы, и ко мне, наверное, вот зритель будет относиться немножко уже без официоза, более так вот по-человечески, что ли. А почему у вас такое желание, чтобы к вам люди относились без официоза? Ну, потому что все-таки я сам по себе человек такой, который... Ну, я не люблю вот этих вот, как бы, официальных таких отношений, когда говорится одно, а, как бы, подразумевается что-то другое. То есть, мне важна искренность, потому что я еще и с детьми работаю, они всегда искренны. Я привык просто к этому. Как бы, я не могу по-другому. То есть, вот это для меня, как бы, важно. К названию выставки «Арт-разморозка» кого вы хотите разморозить и от чего? От погоды? Ну, сейчас, да, вот мороз как-то сильно покрепчал. И, в принципе, у нас вот зима долгая, она такая немножко, как бы, ограниченная по цвету, мало, может быть, ярких впечатлений. И хотелось бы вот людям внести какую-то радость или продлить вот это вот ощущение праздника, который, в принципе, всеми долгожданный. Новый год празднуют все, я думаю, во всем мире. И в нашей стране особенно праздник отмечается и молодым поколением, и все возраста задействованы. Поэтому, конечно, «Арт-разморозка» — это разморозка от каких-то плохих настроений. То есть, праздник — это же все-таки здорово. Безусловно, праздник здорово, вот, допустим, вот к этой стене, да? Вот вам не кажется, что здесь веет одиночеством? Ну, здесь вот есть, конечно, работы немножко такие трагические, но, опять же, с юмором. То есть, там, «Дед Мороз не пришел», там, «Стишок надо рассказать», то есть, чтобы получить подарки. Такой конкурс снеговиков. Дети, они такие искренние люди. И поэтому, если вот конкурс, то они должны обязательно выиграть. Поэтому они вот такие немножко здесь напряженные на картинах. Ну, в то же самое время, вот эта искренность, потому что детей много, они, как бы, все равно подкупают, как бы. Это, я считаю, что такая часть праздника, дети, важная, потому что у всех дети, и у нас у всех детские впечатления от праздника есть разные. Мы в праздник ко всему серьезно относимся. Дед Мороз, значит, должен обязательно принести подарок. Значит, если вдруг он не пришел, значит, все это трагедия. То есть, ребенок реагирует на все очень контрастно. Ну, или плакать, или, значит, смеяться там до упада. Смотрите, ну, контраст и здесь, вот, допустим, да, расположен. Дед Мороз, как и положено, есть в костюме, с мешком. Ну, все опять достаточно очень темно. Ну, на самом деле, у нас это чисто биографическая вещь, потому что у нас в садике был дядя Боря, который все время играл Деда Мороза. Он был электриком еще по совместительству, там много у него должностей было. И я как бы вот отсылаю к тому, что действительно у каждого, наверное, был момент, когда он понимает, что Дед Мороз все-таки он не настоящий. Да, дядя Боря какой-то там скрывается под костюмом. Поэтому здесь я не вижу трагедии. Ну, для ребенка может быть. А для нас это такое теплое воспоминание о том, что действительно мы верили в Деда Мороза, а потом у нас немножко по-другому праздник пошел. Хорошо, то есть сейчас вы не верите в Деда Мороза? Ну, как бы я не верю в самого Деда Мороза, который натурально вот есть там такой персонаж, но я верю в то, что какое-то обновление каждый год наступает, и какие-то перемены позитивные должны обязательно случиться. То есть вот в этом и есть как бы вот эта сказка веры в чудеса какие-то, Деда Мороза там. Не важно, как это назвать, но все равно вот эта вера в чудо, она остается с человеком, наверное, по жизни. Каждый год мы хотим что-то, какого-то позитива, все больше и больше, как бы я так думаю. Есть у вас, ну не знаю, какая-то традиция, допустим, в Новый год за столом новогодним, знаете, некоторые там жгут, пишут записки, да, пожелания, жгут их и растворяют шампанском и выпивают. Какие-нибудь такие традиции есть у вас дома? Нет, у нас как бы все достаточно в этом плане спокойно, то есть есть какие-то приметы, в которые мы верим, конечно, но как бы конкретно с записками такого нету, конечно. То есть, но желание всегда загадываем, когда вот сама вот эта вот процедура, когда часы бьют, когда вот мы с шампанским, у нас все равно какие-то мысли о следующем годе наступают, и мы загадываем так мысленно про себя. То есть без вот антуража вот этого с записками, как бы это делаем, конечно. То есть так чисто вот каждый для себя. Работ много на выставке. За какой период у вас это накопилось и где это все хранится? Ну, на самом деле, для меня выставка была такой своеобразный эксперимент, потому что я за два месяца только узнал от Ларисы Тимковой, директора музея, что выставка вообще возможна. Вот такая именно новогодняя, к празднику. И некоторые работы, конечно, у меня уже были, то есть вот сказочные работы, связанные, может быть, с иллюстрациями какими-то. Некоторые я сделал специально для этой выставки. То есть вот за этот срок, можно сказать, экспериментально, я достаточно быстро сделал их. Поскольку я работаю в печатных техниках, это позволяет сделать за один сеанс или за два сеанса одну работу, как бы. То есть это, как бы, достаточно быстрый процесс. Но, как бы, нужно обязательно это все скомпоновать, выстроить правильную, как бы, композицию. Ну и технически нужно знать все это, всю технологию. Работаю я в мастерской у себя, я член Союза художников, мне вот выделили мастерскую на нефтезаводской. И там у меня, конечно, условия небольшие. И, конечно, вот проведение выставки дает и мне возможность посмотреть на свои работы вместе. Иногда нужно это делать, потому что ты видишь их по отдельности, каждую работу. А вот целиком, что ты сделал, ты не можешь даже итоги подвести. И для меня, конечно, вот эта вот выставка, она тоже очень важна, просто даже как для художника, чисто даже. Куда двигаться дальше? Я вот сейчас смотрю на вас и параллельно у меня взгляд падает на вот эти работы со слонами. Какая? Ну, ассоциация вы имеете в виду. Ну, ассоциация есть. У нас, как бы, конечно, экзотических животных не водится в стране, но слон, олицетворение такое, чисто графическое, чего-то большого. Зима у нас долгая, большая, как бы. И поэтому и Россия, сама страна такая мощная, большая. Поэтому я чисто как художник, у меня художественные средства только вот изобразительные, я решил использовать слона как такое изобразительное средство для передачи вот такой информации. Большое что-то, грандиозное, мощное. И поэтому здесь слоны у меня гуляют по заснеженной такой вот поляне. Причем это у вас называется работа «Зимний слон. Российско-индийская граница». Почему Российский слон? Ну, я, как бы, все-таки зимой хочу чего-то такого теплого, хорошего. И, как бы, вспоминаю иногда об экзотических странах. И, как бы, у меня вот граница между Индией и Россией, она, как бы, стирается в этом плане. И, конечно, она такая ассоциативная просто работа. Мне хотелось вот совместить экзотику и вот наш вот этот зимний климат долгий как-то вместе. И почувствовать вот какой-то контраст или какой-то переход от одного к другому. Ну, я чисто как художник. Мне интересно было их все почувствовать. То есть и здесь, конечно, многие спрашивают, почему, зачем. Иногда некоторые вещи вообще интуитивно делаются. Я не могу даже объяснить, почему они делаются. То есть я чувствую, что так надо сделать. И все, как бы. Поэтому вот так вот бывает. А название, как бы, приходит потом уже иногда в конце работы. То есть я вот делаю, а потом смотрю, это действительно российско-индийская граница. Куда деваться. Сегодня выставка работает у вас, ну, начинает свою работу и продлится целый месяц до середины января. То есть на новогодних каникулах смогут прийти посмотреть. Ну вот по поводу того, кто сможет прийти и кто захочет. Как вы считаете, ваш зритель именно этой выставки это кто? Ну, я думаю, что это все, все поколения, как я уже говорил, что Новый год все празднуют. Поэтому здесь можно и узнать историю Нового года. То есть познакомиться, как вообще этот праздник появился у нас. Какие сложились традиции. Дети могут посмотреть какие-то сказки, иллюстрации к сказкам. Взрослые себя, может быть, узнают на каких-то вот картинках советского периода. Потому что еще это поколение, оно везде, в принципе, мы все помним эту страну. И, в принципе, здесь графика, она предполагает, может быть, интересную какую-то идею даже, заложенную в графику. Потому что нет вот этих живописных приемов, которые действуют на эмоции. Поэтому я стараюсь работать с какой-то интересной темой, сюжет какой-то интересный. Я думаю, вот эти сюжеты, они будут интересны всем, которые здесь вот в картинах есть. Спасибо вам большое. Спасибо. Мы пойдем посмотрим на выставку. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok